О чем же мы будем говорить? Поговорим о самых простых вещах, что такое The Complutable Future, какой у него есть API, зачем это надо, как это использовать, какие-то типичные совершенно грабли и посмотрим на примере, прям как это, что это работает. Это обязательный слайд, который говорит о том, что, чтобы я не сказал, не стройте из этого никаких далеко идущих коммерческих планов. Опять же обязательно давайте вспомним, что в Java было исторически. В Java всегда исторически были потоки и возможность строить многопоточные вычисления, синхронизации. В Java опять появились помимо мониторов удобные примитивы различные для синхронизации. Полезные API добавлялись, есть экзекьюторы, с которыми мы работаем. Работаем, используем определение задания тасков, которые теперь можно задавать при помощи LAMPT. Развитие идет, но основная рабочая лошадка у нас, да, это фьючер. Да, ну из новых API, понятно, for joint pool. И в целом вы можете увидеть, что поскольку делать сложные приложения сложно, разработчики хотят вам облегчить эту задачу и предлагают максимально простым способом переходить от написания однопоточного кода к многопоточному, то есть где-то возникает просто неявный параллелизм. Ну вот там один метод вы вызвали, бац, и у вас уже параллельная обработка. Это очень хорошо. Что же такое фьючер? Комплитабл фьючер, это, наверное, фьючер. Да, помним, что это просто способ выразить в виде объекта какой-то результат, какого-то вычисления. Мы где-то что-то вычисляем, потом запрашиваем результат, когда-то. Вот это фьючер. У него есть свои особенности. Когда вы делаете get, у вас может возникнуть исключение. Да, обычно мы все пользуемся фьючер вместе с экзекьютор сервисами, например. То есть какие-то потоки, в которых исполняются наши таски. Где-то мы в другом месте их запрашиваем, можем заблокироваться. Да, можно посмотреть, завершилось ли вычисление или нет. Можно его консульнуть. Ну и две строчки, они все объясняют лучше, чем много слов. Ну, если мы пишем код, так скажем, который исторически развивается, то возникают неизбежные места, где мы внутри одних асинхронных задач начинаем запрашивать результаты других, как-то их комбинировать, что-то делать. И, ну, могут возникнуть исключения, ошибки. Что мы обычно делаем с исключениями? Да, берем, обрабатываем. Вот у нас здесь на примере content.get, да, это некоторый фьючер от контента, какого-то файла, видимо. На нем может случиться всякое разное. Мы где-то в том месте, где мы хотим попарсить этот контент, это всякое разное должны учесть и понять, что у нас случилось исключение, что-то с ним сделать. И вот здесь есть такой метод, там fold, который типично может возникнуть. Ой, где-то там по дороге могло случиться много раз непредвиденное, одни исключения в другие заворачивались, могло вообще случиться что-то с виртуальной машиной, все что угодно. В общем, код получается надо страшным. Но есть спасение. У нас перец лямбды, мы можем не писать new, runnable, new collable, отлично. Напишем лямбду, напишем утилитные методы для того, чтобы писать обработчики для всех ситуаций. Здорово, правда? Ничего не надо. У нас есть фьючер, есть утилитный метод. Как классно. Нет, это не работает. Представим, что у нас есть вычисление, в котором мы делаем несколько ансинхронных задач, зависящих друг от друга. Ну вот здесь мы, например, читаем файл и там как-то его процессим перед тем, как использовать. Не знаю, перекодируем, еще что-то делаем. И случается такая неприятность, что какой-нибудь exception, его exception или все что угодно, у вас может возникать в разных местах. И вы должны в каждом вот этом чудесном обработчике писать, что если у нас случился такой exception, давайте сделаем вот это, скажем, пользователю, там здесь возьмем ресурсы строковые, как-то отрепортим, влог запишем. Плохо. Ну и результат предсказуем, конечно, что писать сложные программы сложно. Ну и, как вы понимаете, у нас сегодня доклад про completable future. Значит, все проблемы, ну или там основные мы решим. Да, поэтому давайте все это расплющим, будем писать совершенно плоский код. И это можно делать, и completable future ровно для этой цели служит. Когда мы можем написать вот этот наш несчастный принстек трейс единожды, и он сработает, ну, так как мы примерно этого ожидали. Мы там по ходу, когда пойдем по EPU, там я думаю, что с этим примером вопросов никаких не возникнет. completable future. Да, замечательно. Вот мы на примере увидели, что у нас здесь есть несколько вызовов. Несложно, я думаю, догадаться, что каждый из них возвращает completable future по цепочке. Мы используем знакомую, я уверен, всем технику метод чейнинга для того, чтобы экономить бумагу VDE. И работаем мы здесь с несколькими объектами completable future. И в конце концов куда-то в один из них попадает вот этот наш замечательный код, который печатает exception. Ну, давайте подумаем. Да, completable future это, конечно же, future. Начиная с первой версии Java 8, он есть у вас в стандартной библиотеке. Особого использования его не найдете пока что. Implements future, но также имплементирует completable future интерфейс completion stage, который вынесен описание всего того, что собственно относится к логике работы с completable future. То есть то, что stage это элемент в некотором вычислении, где одни элементы от других зависят по результату и по обработке этих вычислений. Есть методы, которые преобразуют результаты предыдущих этапов. И есть некоторый общий знаменатель. Это если вы вдруг надумаете писать свои completion stage, то для того, чтобы их использовать вместе со стандартным completable future, вам нужно будет его к этому completable future преобразовать. Да, и конечно все это делается для того, чтобы легко и просто писать какие-то асинхронные свои операции. Ну давайте сразу перейдем к опи методам. Самый простой способ создать completable future это вызвать конструктор. в результате у вас получится объект, который описывает пустое вычисление, без результата. Вы этот результат можете туда поместить. Можете вызвать функцию complete, либо complete exception или с вашим исключением. При этом кто-то один из, если вы делаете это из нескольких потоков, будет молодцом и узнает, что он успешно ваш future закомплитил. У остальных это не получится. Но они тоже сделают кое-что полезное, об этом мы чуть попозже поговорим. И вы можете создать сразу future с результатом, completed future, в котором будет значение нужного вам типа. Следующий метод относится наконец-то к асинхронности, когда вы можете, не прибегая к созданию никаких thread pull-off и прочих нужных объектов, просто сказать supply sync, передать лямбду и у вас чудесным образом на дефолтный, на command pull в for join pull упадет задача, которую ваш лямбду вычислит и в completable future будет результат. Ну и то же самое можно делать и без результата, просто запустить runable. Также вы можете использовать вариант для этих методов, который позволяет передавать свой экзекьютор и тогда ваши задачи будут выполняться на том экзекьюторе, на котором вы сами этого хотите. Здесь есть вот последний подпунктик про for join pull, command pull, что в общем-то его можно задизейблить в системе, но все равно все будет работать, но не очень здорово. Так что об этом стоит помнить. Вот отличный пример. Вот верхний мне очень нравится. Прям взяли и вычислили число 42 из ничего. Вот. Ну и второй тоже не хуже. Сразу вычислили его, не используя никаких экзекьюторов, а просто поместили в объект. Вот. Дальше мы еще будем смотреть на всякие методы, которые параметризованы дженериками. Вот. Ну тут немножечко будет упрощенная запись. Просто смотрите по смыслу, что там, где можно передавать объекты потомки, там можно передавать объекты потомки. Это все работает, это все аккуратно написано в реализации класса. Работа с вычислениями. Вот. Когда мы работаем с данными, с коллекциями данных, сейчас для того, чтобы сделать какие-то асинхронные вычисления, какой самый такой ходовой способ? Ну, наверное, стрим все-таки. Взяли стрим, параллел, все, работает. А чем хороши стримы? Тем, что они имеют достаточно лаконичный, но при этом мощный API по преобразованию ваших данных. То есть MapReduce. Классно. В принципе, Complitable Future устроен очень похоже. Там все методы очень похожи. Но называется по-другому. Не имплементе никаких общих интерфейсов. Зато есть одна очень хорошая особенность. Есть пары методов, одни из которых имеют название покороче, другие подлиннее суффиксом асинк. Вот те, которые суффиксом асинк, как мы уже видели, они позволяют использовать тредпулы по вашему желанию, экзекьюторы по вашему желанию. Ну вот, собственно, например, есть такой метод, скажем, whenApply, да, есть метод whenApplySync. Туда можно передать функцию, которая по наличию значения вашего Complitable Future будет вычислена с ним как в качестве аргумента и вернет значение, ну уже возможно другого типа, которое будет значением вот этого следующего Complitable Future в цепочке. Вот. Говорить долго, показать очень просто. То есть мы запулили асинхронное вычисление 42 и сказали, когда вычислишь 42, вычисли-ка еще вот 42 или там что у тебя будет плюс 2015. Классно? По-моему, очень здорово. В некоторых библиотеках есть отдельные классы для Promise, для Listenable Future. Complitable Future такой достаточно большой монолитный класс, в котором нет этого разделения. Но вот для разного рода трансформации или методов, где там не нужны параметры или возвращаемый результат, вот есть отдельные такие опишечки. Например, вот вы можете подписаться на результат и дальше не продуцировать никакого там другого значения или просто выполнить что-то тогда, когда Complitable Future будет вычислено. Вот это, собственно, don't accept и don't run. То есть пример позволяет вам просто короче записывать, например, используя метод reference на println. Вы просто скажете, когда будет значение, возьми его напечатай. Не надо написать return. То есть у вас получается компактный код без всего лишнего. Давайте поговорим о том, с чего мы начали. Обработка ошибок, которые у вас возникают в процессе того, как исполняются всякие асинхронные таски. Да, можно сделать exceptionally и у вас Complitable Future не вычислено, он станет вычисленным, но вот с ошибкой. Простите, пожалуйста. Exceptionally вы можете подписаться на… повесить свой обработчик на возникновение ошибки. Когда у вас возникает ошибка в цепочке вычислений, она пробрасывается по этой цепочке и вы можете обработать один раз. Что мы, собственно, там где-то там далеко и видели. Бамс. Вот здесь использован метод whenComplete, который принимает два параметра. Он может обрабатывать как нормальный результат, так и ошибку. Вот. И здесь, в принципе, вы можете смотреть на функцию handle, которая тоже умеет это делать, но еще умеет отдавать результат. Ну, пример вот ровно такой же. Читаем файл, обрабатываем контент этого файла тоже асинхронно. И потом все это печатаем, либо печатаем исключения. Четыре строчки описывают довольно мощный функционал в этом коде. Есть определенные тонкости. Если внимательно читать JavaDoc, то можно их вычитать. Или на них можно наступить и узнать. Когда у вас происходит исключение в вашем как бы основном первом Completeable Future, либо в предшествующей цепочке вычислений, тип исключения может быть различным. Здесь вот написано, что напечатают например обычный get, который соответствует точно тому же get, который и вы используете с обычным future. Там будет execution exception. В случае, когда мы что-то там навешивали, какую-то трансформацию, then apply, function identity, это просто преобразование результата самого себя. Мы увидим completion exception, специализированный exception, служащий для обертывания тех exception, которые внутри случились. А там, где не написано в комментариях, мы увидим на самом деле runtime exception в случае, если вот работает тот код, как вот здесь, незакомментированный. Вот если мы хотим, чтобы обработка была унифицированной, можно просто всегда в случае complete exception или заворачивать наш exception внутрь completion exception. Такой-то вопрос? И completion exception не будут там друг друга никуда вкладываться, то есть вот что-то у вас случилось, вы можете узнать, да, был completion exception, у него была такая-то причина. То есть достаточно все разумно. Да, так же, как у стримов, можно делать не только map, но и reduce. Для этого вам, естественно, нужна функция, которая берет два аргумента каких-то типов и производит результат. Называется, это часть в API design combine, соответственно, design combine async. Ну, к примеру, вычислили 42 и сказали, что затем скомбинируясь с тем, чтобы результат и 2015. Да, кстати, что здесь вычислиться? Очень простой пример. Да, 42 минимум из 42 и 2015. Можно работать с большим количеством completable future, ну, грубо говоря, с массивом, или вы можете использовать просто warrants. соответственно, если вы хотите продолжить работу по доступности любого из набора completable future, вы можете использовать anyoff. В этом случае вы не знаете тип результата, но он какой-то, какой-то объект, поэтому здесь object. Либо вы можете дождаться всех, но тогда у вас есть все результаты, поэтому просто это будет такой callback на то, что вычисления завершились. Вот, очень интересный и полезный метод, который соответствует стримовому flatmap. Это метод dencompose и dencompose async, который позволяет избавиться как раз таки от вложенности, когда у вас возникает future от future. Вот понятно, что вам нужен future от того результата, который у вас наиболее вложен. Вот посмотрим, если в нижнем примере у вас возникает completable future, completable future от long, когда мы просто берем, сабмитим вычисление 42 в forjoin pulle и говорим и еще к нему примени нашу такую функцию, которая, значит, по аргументу сабмитит тоже в common pull вычисление, сложение аргумента и там 2015. результат будет completable future от completable future. Чтобы этого не было, надо просто заменить denapply на dencompose и вы получите то, что и хотели. Для чего это нужно? Часто может быть, что вот это внутреннее вычисление, которое возвращает completable future, ну это просто библиотечный вызов. то есть некоторая заимплементированная функциональность, которая работает с результатом completable future. Вот. Когда мы все, конечно, поучисляли, в принципе, get, конечно, и не нужен. Мы с вами понимаем. Но иногда get делать приходится. Get такой же, как и в обычном future. То есть вы будете ждать, должны будете обрабатывать те же самые исключения. Можно точно так же делать get с timeout. Тоже надо будет обрабатывать исключения. Можете сделать get now. Если результата нет, взять default. Но есть замечательный метод join, который никаких исключений не декларирует. И это значит, что вы можете его засовывать во всякие интересные места, которые не позволяют засовывать что-то с исключениями. Ну, в частности, как здесь, в стримовый мап мы поместили join, который джойнится с теми тасками, которые возникли из накидывания элементов стрима в некоторые вычисления на нашем пуле через комплитабл фьючер. Кажется, что очень простой код, правда? Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. То есть, ну, взяли стрим, из него элементы надергали, по элементу говорим, с ним будем делать вычисления, когда-то там мы потом его запросим, закинули на синхронное выполнение. Мы, соответственно, свободны, руки у нас развязаны, потому что что-то там выполняется. Значит, синхронное выполнение нам вернули талончики в виде комплитабл фьючер. Мы их мапим. А мапим мы их при помощи метреференс на метод join для того, чтобы дождаться исполнения по всем элементам. Может быть. Но нам здесь это совершенно не важно. Но стрим может быть и параллельным. Возникает вопрос. Если стрим параллел, вот здесь написано, и, например, map.x, бла-бла-бла, supply.sync. Ну, и там map, map уже не важно. Вот где выполнится параллел? Где мы разберем элементы? Да, в дефолтном fordjampool. Где будет выполняться то, что будет написано внутри supply.sync? Зависит от того, что там за точечками. Если там нет экзекьютора, то тоже в дефолтом threadpool. Если там есть экзекьютор, то в нем. Что-то у нас слишком много всякого разного выполняется в дефолтом threadpool. Мне кажется ли это опасным? Кажется. Вот. И это правильная привычка, но в данном случае опасаться не надо. Вот. Выстрелить в ногу себе можно следующим образом. Раскомментировать то, что закомментировано вместо fordjampool. Собственно, все понимают, что здесь произойдет с кодом, если здесь использовать не fordjampool, а single thread executor. Мы создали таску, которая делает следующее. В однопотоковом threadpool создает еще одну таску, которую она собирается дождаться. Но как мы понимаем, та таска, которой она собирается дождаться, начнет выполняться только тогда в однопотоковом threadpool, когда выполнится наша таска, возникает проблема, а именно deadlock. Fordjampool очень хороший, и он позволяет этого избежать. Но, в принципе, используя экзекьюторы, которые не fordjampool, мы можем наступить на те же грабли, если будем делать get для фьючеров. Для completable future это тоже так. Но completable future располагает к тому, чтобы не делать get от других completable future. Если мы пишем код с обычным future, мы делаем какую-то бизнес-логику, бла-бла-бла, потом делаем еще какой-то результат, запрашиваем, там что-то exception у нас случилось, и идем дальше. То есть, ну, это жизнь такая. Бывает вот такой код. Опять же, для того, чтобы, может быть, более удобно, более компактно обработать исключения или еще по каким-то причинам. С completable future это не нужно. Но в любом случае fordjampool – наш друг. Соответственно, где исполняется параллел сверху, мы уже знаем, да? Вопрос, где исполняется параллел вот в нижнем примере. Как ни странно, исполняться он будет вот в этом fgpn. Потому что если мы делаем параллел внутри какого-то fordjampool, то он и будет работать внутри этого fordjampool. Соответственно, вот здесь вы можете получить всякие там неожиданные эффекты, а может быть, наоборот, приятные. Ну, кому как. Вот. Вообще исполнение разных методов completable future в потоках может вам преподнести кое-какие дополнительные сюрпризы. Если completable future завершился, то если вы посмотрите на исходный код, и завершился, то у него можно взять издан, он будет издан, все хорошо, true. Когда мы попробуем применить какую-нибудь трансформацию, то есть добавить к этому объекту уже с результатом какие-то вычисления, они будут выполняться прямо на месте. То есть, например, вы радостно пишете GUI, там в GUI делаете completable future, что-то там вычисляете и говорите, ну и там значит, then apply, что-то там еще вычислите. А или там получить результат каким-то другим способом. Если у вас результат уже есть, то вы прямо там, где вы хотели это дело подвесить, будете его и считать. Соответственно, exceptionally тоже у нас не асинг. Если вы обрабатываете исключения и у вас completable future уже с результатом, он уже повалился, значит, вы это все сделаете вот в вашем главном потоке. Еще есть замечательный такой сервисный метод под названием help post complete, который вызывается, ну практически из любого другого из тех методов, которые мы с вами до этого рассматривали. И делает он следующее. Если вы, к примеру, делаете комплит из разных нитей, первый комплит у вас завершился, все хорошо, что вообще должно делать completable future? Да, объект вот этот, цепочка, она для чего? Вы должны взять и сделать другие вычисления, все, что у вас дальше положено. Другие вычисления могут быть в конечном итоге привязаны к выполнению на каких-то потоках. Значит, вам нужно всех, кто ждет ваш результат, разбудить. Вы начинаете их будить. Если вы делаете комплит из другого потока, то вместо того, чтобы просто проверить, что результат уже есть, все, ничего делать не надо, на самом деле ваш поток пойдет помогать будить всех, кто ждет, для того, чтобы это произошло быстрее. Потому что результат есть, блокироваться больше не надо, все могут продолжать. Поэтому чем быстрее мы всех побудем, тем лучше. Но выясняется, что операция не так бесплатна, как она, казалось бы, по просто сигнатуре метода. То же самое для exceptional. Давайте теперь посмотрим простенький примерчик. Сколько вообще стоит взять и сделать из ничего completable future? Все очень просто. Возьмем это самое ничего. В качестве ничего у нас будет выступать чтение каких-то данных и бессмысленные арифметические операции на ЦПУ, которые просто позволят занять время без того, чтобы укладывать поток в спячку. Вот есть две операции А и Б, которые занимаются ровно этим. Они тратят время. Есть два параметра, которые можно передать. GMH поддерживает крутые параметры. Эти два параметра определяют, сколько времени мы съедим в этих двух операциях. Есть очень простой метод, который берет и перемножает два числа, которые мы в этих операциях получили в MOOC. Есть метод, который делает наверное сейчас простейший способ получения параллельной обработки. здесь нет никаких new thread, там экзекьюторов явных. Просто берем и говорим давай-ка мне два ента и преврати их в параллельный стрим. И потом в этом параллельном стриме соответственно для этих хентов мы возьмем для одного А, а для другого Б. Это вот нижний метод. Ну и если параллельный стрим не делать, то получится средний. Несложно. Для того, чтобы сделать то же самое с фьючерами, тоже нет никаких преград. Давайте для частоты эксперимента будем использовать тот же самый пул, а именно forjoinpool, commonpool. Засабмитим вычисление А, вычисление Б и вычисление произведения. Крутая, очень простая синхронная операция. Но еще усложнить асинхронную операцию можно, если получение и умножение сделать еще отдельной таской и уже сделать get на ней. Вот это фьючер 3. Полностью аналогично поступаем с completable future, запускаем вычисление А, вычисление Б и дальше совмещаем результаты через get. Вот, если взять дефолтные значения, которые здесь в примере, просто там чуть-чуть времени потратить, 5 микросекунд, то есть где-то по 2,5 микросекунды на каждые из множителей, то получается, что просто последовательная обработка она там в разы. Хотя разница очень небольшая, но она в разы лучше. Ну, посмотрим, что произойдет, если мы вообще там ничего не будем загружать, процессор никак, сколько это будет стоить. 5 наносекунд у нас займет, чтобы вычислить произведение, взятое из ничего. цифру. Ну, и с комплитабл фьючер и фьючер мы, конечно, потратим очень прилично, но это в наносекундах, то есть это микросекунды, какие-то единицы. Ну, если взять количество циклов в этих бессмысленных прожиганиях CPU достаточно большим, то мы увидим, что да, таки параллельная обработка, несмотря на трейдовы, дает нам преимущество, то есть мы очень хорошо зарабатываем на том, что распараллели наш код. То есть смотрите, параллельный стрим у нас займет 335 микросекунд на операцию, комплитабл фьючер, который с двумя там 360, а последовательная обработка, даже самая простая, это будет уже там 600. Ну и что мы видим? Что при стоимости вот этой операции где-то 250 микросекунд, то есть это четверть миллисекунды, мы получаем уже такой существенный заметный выигрыш. В принципе, если вы знаете, какие у вас операции, не делайте слишком маленьких и все у вас будет хорошо, это работает. давайте есть какие-то вопросы, есть смысл их задать. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду, подождите, я микрофончик передам. почему у completion stage есть метод to completable future, то есть это на интерфейсе метод, который возвращает одну из возможных реализаций, странно, зачем он, и почему future обычная не имплементится этим интерфейсом или классом completable future? Нет, обычный future имплементится completable future. Да? Да, я, собственно, об этом говорил. Хорошо. У него все есть, нет. Сейчас давайте сразу отвечу про ту completable future. Дело в том, что в completable future помимо самой реализации и того, что оно позволяет брать и комбинировать другие completable future, есть еще вся статическая начинка, связанная с использованием экзекьюторов и forjoin common pool. То есть помимо того, что класс управляет объектиками, то есть как наследниками интерфейса, он позволяет еще организовать сами эти вычисления, делать supply sync, поэтому это как бы главная реализация. Да, это не очень гибко, но на данный момент это так. В смысле главная реализация хорошо, но в каких ситуациях этот метод необходим? Вот почему он на интерфейсе нужен? Вот это я не могу понять. Вопрос правильный. Вы можете использовать некоторые методы, которые принимают completion stage и внутри у вас в реализации потребуется их привести completable future. Внутри нужна реализация, а принимаю я completable stage. То есть это такие методы есть в JDK или это мне может потребоваться? Ну давайте просто потом поддем посмотрим и мы просто конкретно увидим. Хорошо, в смысле позже потом да. Вопрос правильный. Можно в продолжение тоже темы вопрос, есть ли в JDK другие реализации completion stage интерфейса и если нету, то где вообще это может пригодиться кроме completable future? Нет, сейчас нету. Вы можете посмотреть разные интересные вещи в текущем GFR 166 то есть например flow и там все что с ним связано. Возможно это там со временем войдет. Вот. Давайте теперь посмотрим на примерчик небольшой. Можно взять опять же я его слепила из того что было есть замечательные доступные на халяву вещи типа спецификации REST для Java JAX RS есть референс имплементация Jersey и можно взять какой-нибудь простой сервачок куда ее поместить. Программно управляемый отлично гризли сказали маян создать архетип вам создался проектик где можно запускать сервер что-то делать вот так я и поступил и конечно возьмем completable future практически для сервера неизменная как она была возьмем стартуем сервер на нем автоматом по всяческим волшебным аннотациям у нас создастся какое-то приложение которое будет что-то делать а делать оно будет очень простую вещь будет комбинировать две строчки которые берет из какого-то источника данных значит что мы здесь видим а видим endpoint с названием jpoint видим источник данных который заинжекчен и метод для htp гета который возвращает текст внутри которого и происходит вся основная магия давайте посмотрим что делается запрашиваются два значения аудитория и впечатление комбинируется при помощи интеллектуальной функции плюс и дальше происходит вот такой вызов аденоплайсинг респонс резюм и эксцепшн респонс резюм это на самом деле обработка успешного и неуспешного результата вычисления комплитабл фьюча а дата сервисфайн оденс возвращает комплитабл фьюча с разными с хендлами разных методов которые грубо говоря в респонс просто сайтуют результат текстовый либо что-то делают с исключением ставят ошибка сервера stack trace либо передают данные по исключению специальным перехватчиком исключений также здесь прикручена такая замечательная вещь как управление таймаутами если вы можете управлять таймаутами при ваших вычислениях при помощи каких-то встроенных средств используйте их обязательно если вы можете поставить таймауты на запросе базы данных на http response это хорошая практика это работает вот здесь показано что это можно сделать ну и таймаут будет очень простой просто таймаут exception что происходит внутри провайдера внутри провайдера есть таинственный пул который мы чуть попозже посмотрим есть два метода которые возвращают completable future используя внутри одно и то же вызов метода find который мы с вами увидим который просто читает данные с диска из файла по имени вот и он что мы тут интересного можем найти есть объект с названием promise это completable future не закомпличенный с которым мы можем делать следующие веселые вещи первое мы можем его безболезненно взять и отдать для того чтобы кто-то воспользовался нашим completable future нам не надо его ни вычислять ни что-то придумывать мы просто можем его создать и сказать все кто заинтересован пожалуйста не ждите вот вам все кто заинтересован могут взять подключить свои трансформации обработки результат этого completable future а мы в это время можем взять асинхронно что-нибудь сделать например сделать такую мощную тяжелую операцию как прочитать маленький файлик с диска у нас при этом конечно могут возникнуть определенные сложности например файлика может не быть тогда мы возьмем exception который при этом произошел и тоже запишем в этот же completable future это вторая замечательная вещь третья замечательная вещь что мы можем также по таймауту взять и сказать все кто ждал больше не ждите ничего не будет сделано в данном случае это следующим образом мы наш специальный scheduled executor service из одной нитки ставим отложенную таску которая будет пытаться комплитить наш completable future с таймаут exception через одну секунду как мы понимаем в комплите успешно только кто-то один соответственно если все было хорошо то это ни на что не повлияет если у нас таймаут то все кто подписался узнает что был таймаут но надо понимать что при этом наш оригинальный таск наш оригинальный таск не канцеляется то есть мы до вычислим дочитаем наш файл или не дочитаем с exception попытаемся установить результат неуспешно и на этом тогда таск уже действительно завершится какие здесь еще проблемы в этом месте где мы управляем таймаутом когда мы будем выполнять complete exception у нас могут быть подписанты на это состояние completable future и в этот момент наша вот эта вот ниточка бедная несчастная одна из этого третпула управляющего таймаутами будет заниматься тем что получает где-то ресурсы для того чтобы ответить на наш в наш connection что случилось плохое что случился таймаут будет может быть писать что-то в лог выход какой здесь можно сделать небольшую простынку которая будет сабмитить другой еще один completable future задачу в какой-то другой пул и таким образом не занимать ресурсы вот этого нашего пула для таймаутов вот что я еще хотел сказать что вот в этом месте где мы делаем async get мы экономим время тех клиентов нашего крутого рес сервера которые пришли сделать совсем чуть-чуть работы и хотят получить результат очень быстро ведь если они пришли а до них пришли такие жадные ребята которые запросили все файлы с дисков заняли весь пул который обрабатывает подключение и сидят все такие синхронно и ждут когда же все эти файлы подгрузятся получается немножко обидно в случае когда мы сюда ставим completable future мы каждому из приходящих отвечаем достаточно быстро все что нам надо это накидать создать completable future запустить асинхронный таск и мы свободны в принципе того же результата можно было бы достичь применяя скажем сервисные аннотации типа managed async которые будут исполнять вот этот метод для гета в специальном третпуле который управляется ну там в данном случае jersey но получается что в этом случае мы им не управляем это раз а второе посмотрите как кратенько мы записали все что у нас здесь происходит с данными мы просто получаем вот эти completable future из дата сервиса и отправляем респонс тогда когда они действительно у нас есть ну давайте посмотрим оп вот смотрите у меня даже застартован здесь сервер мы можем пойти в браузер оп ой что-то произошло на самом деле мы запрашивали с вами два замечательных файла файл с названием audience и файл с названием impression и у нас по всей видимости случился ее exception и один из файлов не нашелся ну то есть я-то знаю что по видимости именно по видимости именно он и случился и здесь также есть такая веселая плюшка как обработка исключений в данном случае это обработка completion exception про который мы с вами говорили мы увидели что в респонсе был completion exception и показали веселую картинку с котиками или marty mcfly вот видите я тут специально все испортил давайте восстановим файл да это конец f5 все сработало это все сработало м Продолжение следует...